Китай продолжает вести военные учения вокруг Тайваня. Масштабные маневры с использованием ракет, авиации и военных кораблей стартовали после визитов в Тайбэй, спикера палаты представителей США Нэнсю Пелоси. Чем могут обернуться военные учения и экономические санкции КНР в отношении Тайваня? Разыграть тайваньскую карту. Китай продлил масштабные военные учения вокруг Тайваня до 15 августа. О чем это говорит и какими могут быть последствия, а об этом может ли Китай устрашить Америку? Китай продлил военные учения вблизи острова Тайвань до 15 августа. Ранее их планировалось завершить 7 августа. О чем говорит перенос дат и как Пекин будет разыгрывать тайваньскую карту, комментарий Георгия Бофта. Помимо военных учений, в ходе которых народная освободительная армия Китая, в том числе отрабатывает симуляцию атаки на Тайване, пускает ракеты над его территорией, Пекин предпринял еще ряд демонстративных шагов. Он ввел санкции против самой Пелоси и ее родственников, приостановил контакты США по военной линии, в том числе по линии командования. Объявлено о приостановке сотрудничества США по линии контроля за изменениями климата. Последнее немаловажно, ведь в свое время именно соглашение по климату между Бараком Обамой и Си Цзиньпином сделало возможным заключение известного парижского соглашения. Если сравнивать с событиями 25-летней давности, когда Тайвань тоже посетил спикер Палаты представителей, республиканец Ньют Гингрич, то нынешний ответ Пекина говорит о том, что он готов гораздо решительнее противоречить Америке, несмотря на огромный объем взаимной торговли, превысивший в прошлом году 650 миллиардов долларов, при внушительном профиците в пользу КНР. Противоречить прежде всего потому, что возросла мощь самого Китая, затраты которого на оборону по подсчетам зарубежных экспертов составляют 290 миллиардов долларов, что уже сопоставимо с американским бюджетом 800 миллиардов. Китаю также удалось создать современный флот, который по численности уже перегнал американский. У КНР 360 боевых кораблей, у США 300. Недавно в КНР был спущен на воду новый авианосец. Имеется хорошо оснащенный парк боевых самолетов, в том числе и созданный по технологии стелс. Всего у КНР около 1600 боевых машин. Американские оценки наличия у КНР ракет средней и меньшей дальности колеблются вокруг 2000. А дальнобольная артиллерия КНР может теоретически вообще расстреливать Тайвань через пролив. Это вовсе не значит, что Пекин уже теперь предпримет попытку вернуть контроль над Тайванем силой. Основных препятствий тому два. Первое. Для такого десанта через пролив, шириной 130 километров в самом узком месте, потребуются тысячи судов, причем сама операция окажется сильно уязвимой для ударов мощных сил обороны острова. Также для создания желательного для наступающей стороны численного перевеса в три раза, КНР потребуется отрядить на эту операцию 1,2 миллиона солдат. Но другая, не менее важная причина состоит в том, что Китай по-прежнему критически зависит от тайваньской электронной промышленности в части поставок чипов, причем именно новейших образцов, в производстве которых Тайвань занимает около 90% мирового производства. Поэтому наиболее предпочительная для Пекина линия поведения – это склонить Тайвань к политическим уступкам методами экономического давления, санкциями вплоть до экономической блокады. Разумеется, у Америки всегда в запасе дежурный козы в виде тоже санкций, прежде всего против отдельных высокотехнологичных китайских компаний. При этом США теперь берут курс на достижение собственной независимости в поставках чипов из Азии. На днях Конгресс одобрил выделение 53 миллиардов долларов на производство полупродников на территории США. Однако, учитывая огромную взаимозависимость двух экономик, Пекину тоже есть чем ответить. Он, конечно, не сможет в одночасье сбросить американские казначейские бумаги, которых у него на триллион долларов, но начать сокращать этот объем ускоренными темпами может вполне, подрывая тем самым финансовую стабильность Америки. В складывающейся обстановке Вашингтону также будет труднее убеждать Пекину жесточить санкционный режим против России. Пока угроза вторичных санкций по-прежнему оказывает сдерживающий эффект на китайцев, хотя не стопроцентный. Так Китай все же нарастил в разы поставки чипов в Россию за последние полгода. Скорее всего, администрация Байдена в ближайшее время предпримет ряд шагов, направленных на стяжение напряженности в отношениях с Китаем. Так, по данным американских СМИ, Белый дом пытается притормозить прохождение в Конгрессе законопроекта об увеличении военной помощи Тайваню, предусматривающего выделение 4,5 миллиардов долларов на укрепление безопасности, а также предоставление острову статуса главного союзника вне НАТО, каковое имеет более полутора десятков государств, наиболее близкие политических США. Однако в самое ближайшее время, впрочем, Вашингтон может дать возможность Пекину выговориться и выпустить пар. Какова решительная риторика, подкрепленная игрой мускулами в виде учений, будет лишь способствовать переизбранию Си Цзиньпина на третий срок осенью, после чего Байдену может быть с ним уже более спокойно разговаривать. Тогда же пройдут и промежуточные выборы в Конгресс США. Судя по текущим опросам, демократы могут потерять большинство в Плате представителей, а вместе с ним и пост спикера. 82-летняя Пелосия в любом случае может уйти, особенно если подтвердятся подозрения о том, что она с мужем была вовлечена в инсайдерскую торговлю на бирже и сознательно тормозила некоторые законопроекты, скупая тем временем нужные акции. Может, она и на Тайвань поехала в рамках операции «Прикрытие». Китайцы игнорируют американцев. Как сообщило издание «Политика» на фоне обострения вокруг Тайвани, представитель военного командования КНР не отвечает на многочисленные запросы американских коллег. Кроме того, Китай продолжает масштабное учение вокруг острова. Каковы прогнозы относительно развития событий? Китайские военные отказываются выходить на связь с США. Как сообщило издание «Политика», на фоне обострения ситуации вокруг Тайвани, представитель военного командования КНР не отвечает на многочисленные запросы своих американских коллег, Игнорируют в частности звонки министра обороны США Лойда Остина и председателя комитета начальников штабов вооруженных сил генерала Марка Миле. Военные Китая тем временем продолжают масштабное учение вокруг Тайвания. 20 самолетов китайских ВВС проникли в зону тайваньских ПВО, 14 военных кораблей вошли в воду острова. Во время артиллерийских стрельб китайская армия случайно подожгла лес на Тайване, пишут местные СМИ. Маневры стали ответом на визит на остров спикера палаты представителей американского конгресса Нэнси Пелуси. Политика пишет, что последний контакт США и КНР на уровне начальников штабов составился 7 июля. Напряженным в Тайваньском проливе беспокоит весь мир, говорит китай-вет и публицист Николай Вавилов. По итогу визита к Нэнси Пелуси Пекин заявил о том, что будет масштабный дипломатический и военный ответ. Дипломатический ответ действительно стал масштабным. Прекращены коммуникации, переговоры по климату, по судебным делам, по репатриации уголовных преступников, по борьбе с наркотрафиком и целый ряд других сфер, в том числе диалог между Министерством обороны США и боевыми командованиями. Это означает, что Пекин пошел на пути разрыва дипломатических отношений в ближайшие перспективы нескольких лет с Соединенными Штатами Америки. До какой степени они дойдут до полного разрыва, или это будет частичный разрыв, что уже претерпевала Москва и Вашингтон. Мы будем наблюдать, что зависит от действия Вашингтона, Пекина и внутри, и внешнеполитических факторов. Но то, что очевидный крем на эскалацию в отношениях, которого не было 40 лет, обозначился, это очевидно, это очень крупные геополитические изменения повлечет. Николай Вавилов, китаевед и публицист. Пекин пообещал предоставить ответ США по окончании тура Пелусь по Азии. Госсекретарь Блинке назвал поведение Китая безответственным. Официальные лица эксперта, опрошенная политика, называют молчание Пекина ненадолитновидным, повышающим риск эскалации без того напряженной ситуации, комментирует международный обозреватель телеканала Франц-24 Армен Жержан. Это решение о приостановке сотрудничества в некоторых ключевых областях на самом деле является большим сдвигом. До сих пор Китай заявлял, что придерживается, как мне казалось, прагматичного подхода, несмотря на основные разногласия с США по политике прав человека и интеллектуальной собственности. Тем не менее, во многих областях страны могли бы работать вместе, например, в области изменения климата. Визит Нэнси Пелоси на Тайвань сильно повлияет на политику Пекина, последствия не заставят себя ждать. Факт, что Пекин принял это решение, показывает, что он больше не желает поддерживать статус-кво и полон решимости подавлять Тайвань, ведь Китай считает остров своим собственным задним двором. Очевидно, что Тайвань смотрит на вещи иначе, тем более, что в течение многих лет китайские официальные лица говорили, что они хотят сосуществования и сотрудничества. Конечно, это была попытка сказать, что Пекин не поддерживает независимость Тайваня. Теперь Пекин видит, что США полны решимости пойти на конфронтацию, и поэтому Китай не может не ответить, как бы переключает всех нас, что как раньше уже не будет. Мы ответим к этому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!